Ну вот ты только подумай, чем еще можно удивить? Но на самом деле представить сложно. Вариатов нет. Какая огромная шкатища. И смех кругом. Ой, невероятно. Это просто невероятно. Я попала в настоящую сказку. Оно существует. На протяжении трех долгих, опасных, но таких же классных сезонов нашей программы я постоянно призывала тебя выйти из зоны комфорта. Ведь только так ты можешь узнать себя нового. И вот как раз все звезды сошлись. Новые виды, новые эмоции, новые я. Новый сезон программы «Пробуй» версии 4.0. Кавказ Архиз. Архиз – всесезонный курорт в горах Северного Кавказа. Находится на высоте 1650 метров и ориентирован на активный семейный отдых. Но мне кажется, что пора добавить сюда немного крымского безумия. Мы с тобой на месте и сразу нас встречают горы, снег, подъемники. Красота! Этот выпуск не будет похож на все остальные, потому что нам только нужно с тобой познакомиться с курортом Архиз. Пошли дальше, у нас с тобой еще много дел. Добраться до местного назначения, конечно, проще на личном транспорте. Но для тех, кто не ищет легких путей, есть еще вариант. Автобусы, регулярно курсирующие между поселками и такси, которых здесь ну просто пруд-пруди. И для начала нам с тобой нужно приобрести ски-пасс. Это такая карточка, которая дает нам право пройти на любой подъемник. Ирина, доброе утро! Доброе утро! Вот так она выглядит. Да, все хорошо видно, видно, сколько стоит вот такой вот проходной билет, скажем так, в курорте Архиз. Мы попали в высокий сезон с 9 января до 12 марта. Цены на ски-пасс 2500 рублей взрослые, 1650 детские. Это на день? Действует на день, на все канатные дороги, на все склоны. Вы купили один раз и можете кататься до 4 часов дня с 8.30 утра. Какие еще есть тарифы? Помимо одного дня есть тариф отдельно вечерняя катания. Есть тариф полный, где и дневное, и вечернее. Есть пробные для новичков, это 4 часа в течение дня. Есть до обеда, после обеда. Есть на 3 дня, на 5, на 10. Есть даже сезонные на весь сезон. Когда можно купить один раз со скидкой еще в июле. Ого! И весь сезон кататься по вполне себе такой демократичной цене. Где вообще можно приобрести такие эски-пассы и сколько вообще касс? В сезон работает 13 касс. В сервис-центре, на улице, практически около каждой станции канатной дороги на посадке. У нас есть деревянные такие будочки. Там можно купить, не заходя в сервис-центр, что очень удобно. Можно купить онлайн, через интернет-магазин. И тогда вы получаете скидку 5%. Вооружившись такой картой, мы идем гулять по курорту Архыз. По обе стороны от меня находятся горнолыжные трассы. 27 километров протяженности, различные уровни сложности. Если хотите на трассу Северной экспозиции, то вам прямиком на Северное сияние. Если же хотите на Южную, то вам прямиком на Млечный путь. Но сначала давай зарядимся этой невероятно снежной атмосферой внизу. Наверх еще успеем. Ты погляди, что еще здесь есть. Ух, тюбинг. Это мне уже нравится. Покатаемся. Ой, если ты не накатался, или уже тебе надоело кататься на сноуборде, на лыжах. Здесь, оказывается, есть даже бесплатный каток. Представляешь? Все для туриста. Если вы сюда приехали с детьми, поверьте, с детьми тоже будет чем себя занять. Обучение с трех лет. Детские комнаты, где вы можете оставить свое чадо и пойти кататься. В общем, не переживайте. Всем всего хватит. Всем найдется чем себя занять. Но и здесь еще не все. На Кавказские горы нужно смотреть свысока. А здесь работает 8 канатных дорог, 16 горнолыжных трасс, высшая точка курорта 2840 метров на Северном склоне. В общем, нельзя больше ждать. Пора на подъемник. Пол одиннадцатого, а очередь уже, как говорится, первым хлебом в магазин. Давайте остановиться, потому что придется здесь постоять немало. Чем отличаются южные трассы от северных? Они находятся под большим влиянием солнца, значит и снег здесь ставят быстрее. Поэтому сюда лучше отправляться утром, а вот на северную трассу вечером. По секрету всему свету, здесь наглость. Второе счастье. Хочешь поскорее подняться? Не стой в сторонке. Как же здесь красиво! Настоящая зимняя сказка! Вы ущиплите меня, мне кажется, что я сплю! Посмотри! Какие же счастливые люди! Как же они наслаждаются! Тоже так хочу! Ну, ничего, покататься я еще успею. У меня на этот уикенд грандиозные планы! Да и сам курорт не дает шансов расслабиться. Вдоволь полюбовавшись, бегу на свою ревизию дальше. На ближайшую неделю нужно найти побольше экстремальных развлечений. Пустая кабинка! Запрыгиваем! Волшебно! Красиво! 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 Я не могу передать словами, как я рада, что здесь оказалась. Потому что эти виды запоминаются, наверное, всю жизнь. Приезжайте, путешествуйте и пробуйте! А! Когда эмоций намного больше, чем сил, то рано или поздно тебе предстоит взять паузу и немного перезагрузиться. Этот сезон мы посвятим снежному экстрим-катанию. И чтобы это все принесло тебе только радость, а не проблемы со здоровьем, предлагаю тебе свой топ-3 восстановления после нагрузок. Там, где снежный спорт, там и большая пазея жидкости. Поэтому не забывай после интенсивных нагрузок побольше пить воды. Нагрузки не было, но водичка все равно не помешает. Второе. Не забывай про вкусный перекус. В моем случае протеиновый батончик. Ты можешь попробовать местные хэтшины. Это, как у нас, чебуреки. Но если будете в Архизе, обязательно попробуйте. Это вернет ваш организм в строй. К поездке я всегда беру с собой своего верного помощника, темогучий роликовый массажер для лица и тела. Он помогает снять отечность и вернуть лицо в тонус. Вот пара таких легких движений, и я снова выгляжу на все сто. Как приятно сидеть здесь и наслаждаться видами. Ну и греться под солнышком. Но если вы не запаслись с собой, ни чаем, ни кофе, то здесь масса заведений, ресторанов, куда можно сходить и вкусно поесть, и согреться. И еще больше мест, где вы можете приобрести все нужную вам амуницию, одежду и аксессуары для катания. Казалось бы, на южный склон поднялись, коньки посмотрели. По кафе прошлись, чем еще занять себя? Так тут есть еще северный склон, где есть еще новые неизведанные трассы и маршруты. Плюс здесь меньше очередь. Очень выгодно. Пошли. Ошибочка вышла. Здесь очередь похлеще, чем на южном склоне. Но в целом здесь любой каприз за ваши деньги. Можно за 7 тысяч взять тариф в первый след и подняться на вершину еще за час до официального открытия курорта. А после 8.30 вам в помощь фасттрек, который дает право прохода без очереди на все канатные дороги. Когда ты находишься в новой обстановке, главный минус – ты не знаешь, чего ждать. Благодаря нашему партнеру магазина «Гигаспорт» я одета тепленько, удобненько и модненько и готова штурмовать любые экстрим-локации. Снимаешь меня? Я как истинный турист буду делать здесь фотографии на каждом шагу и просить об этом своего оператора. Первая локация, где я хочу сделать снимок – на фоне надписи «Архиз». Одно из развлечений на «Архизе» – это, конечно же, эти подъемники, где можно и прокатиться, и посмотреть на потрясающие горные ландшафты, и, конечно, сфотографироваться. Мы находимся на высоте 2503 метра над выровнем моря. И, конечно, должны сделать здесь классные кадры на фоне этих гор. Вроде только первый выпуск, а эмоции уже на весь сезон вперед. Сегодня я постаралась показать, каким многогранный может быть экстрим. И веселым, и опасным, и сложным, но в первую очередь ярким. Цените спорт и себя в нем. Ведь двигаясь вы живете. А чтобы жить хорошо, надо пробовать! Повернитесь на меня, господа! Давай! Пробуй! Снимаешь, снимаешь, снимаешь? Снимаю, снимаю. Протеиновый ботончик. А если вот здесь... Малышка, танцуй! Я вас встречаю с друзьями. Так! Хорошо! Продолжение следует...